Есть. Все вроде поставили, все вроде светит. Отлично. Тебя я вот сюда перемещу тогда. Так вот, про Джонни Хайленда. Да, многие не знают у нас его, но у нас, ты видишь, я вообще обратил внимание, что у нас даже вот из этих пилильщиков-то многие не знают многих. То есть, например, многие Энди Тиммонса слышат в первый раз, да, вот это имя. Обратил внимание? Сейчас я выключу ватсап, чтобы он не мешал. У нас Сатриани, у нас Вай, это из пилильщиков типа Шред, ну это кто, это Сатриани и Вай, да, там, скажем, из таких звезд, это там Хаммиты, Слэши и всякое такое. А у них действительно... Виртуозы, правильно их называть, виртуозы. Ну, те виртуозы, а это просто типа гитаристы, да, в группах, их никто не знает. Так вот, о другом. Ты знаешь, я недавно наткнулся вот такая штука. У меня один из учеников моих, он делает кавер на песню Тони Айоми из его альбома Айоми, а песня называется, я тебе сейчас скажу, как она называется. Я даже ее, наверное, знаю, потому что я слышал его все альбомы из Глент-Пьюзом и Солидой. А Тони Айоми с Фила Монсельмо из Пантеры, Time is Mine. Там, я послушал, у меня как бы, я особо не фанат никогда был, ни Оззи Осборн, ни вот этого вокала, ни, в общем-то, Black Sabbath тем более, но я послушал вот эту песню и просто меня вынесло. То есть там сыграно все. Вот я-то думал, Тони Айоми, это какой-то там из 60-х, 70-х чувак, который там криво-косо как-то играет, но типа популярность они заработали за счет того, что Ози жрал голубей там, да, на сцене. А оказалось, ты там сыграно все, будь здоров. Ладно, там хрен с ним, все там может быть 10 раз нарезано, перенарезано, ну и так далее. Но многие вещи, ты сам понимаешь, что ты нарезать их не можешь. Ты не можешь их нарезать просто вообще, потому что ты не можешь, например, нарезать хорошую вибрацию из плохого. Ты не можешь нарезать хороший бенд практически из плохого, это будет всегда слышно. А там именно слышно, что человек играет. Человек играет вообще. Опять же, смотрим Эрика Клэптона, то, как он в ритм попадает, то, какое у него звукоизвлечение, как он фирменно вкусно играет. Смотрим, там, не знаю, Гарри Мура, смотрим, хрен с ним даже, смотрим Карл Сантано, несмотря на то, что есть там у него всякие вещи. Но старые вещи его смотришь, там очень все ровно, ритмично, очень здорово все. Смотришь Битлз, смотришь там Дэвида Гилмора, Господи, Брайана Мэй тем более, кого угодно. На мой взгляд, вот эти все чуваки, типа там Слэши и всяких таких, они вылетели на волне, можно сказать, рокового хайпа тех лет. То есть, ну, грубо говоря, вот пришли сначала мега-монстры, там, Black Sabbath какие-нибудь, которые, помимо всего прочего, то есть он работал на заводе, например, да, там, помимо всего прочего, играл. И играл так, что эти вещи начали продаваться. Придумывал, играл, записывал, все это делал вот на таком мега-уровне, что все там, грубо говоря, наложили в штаны, побежали там слушать их, они стали собирать стадионы. Потом этот хайп, он начал распространяться, что, типа, рок это вот так вот, это круто и так далее, и так далее. И начали выглядеть кто угодно, но только не играющие люди. То есть, например, почему вот, например, мы исключаем такую версию, что там какой-нибудь Слэши, это просто может быть проект чей-то. Типа, нам нужен гитарист, который будет узнаваем. Вот сидит продюсер, как оно вот бывает, да, там, в шоу-бизнесе, там, в попсе, например. Нам нужен человек, там, девочка какая-нибудь, она 10 раз поет, 10 раз все круто делает, но она никакая. Она вот как-то выглядит, незапоминающийся образ, ну, какая-то она никакая. Да, там, можно взять кого-то чуть похуже, но у нее, блин, запоминающийся образ, там, или там, вот такие сиськи, там, или она там жопой на сцене, там, виляет круто или что-то. А если она еще и пить умеет при этом, то вообще ништяк. Если так не очень, ну, мы наблатыкаем ее, она научится, хоть что-то там будет делать, бэк-вокалисты там вытянуты и так далее, и так далее. Почему Слэш не может быть таким? Почему исключается? Это же такая же часть шоу-бизнеса, как какая-нибудь Майли Сайрус. Ну, никакой разницы-то нет. Просто здесь одно, один образ. Погоди, вопрос-то сразу, а если речь идет о качестве шоу-бизнеса, вот сидит такой продюсер, вот он послушал, что получается в лайве у Гансен Роза сейчас. Это вообще что это? Ну, вот смотри, да ничего подобного. Я, как продюсер, меня не интересует, что у них там в лайвах получать. Меня интересует, сколько этот проект денег приносит. Ну, я понимаю прекрасно, что это бездарь. А вот, на самом деле, не буду говорить кто, но вот про одну из групп российских, которые, кстати говоря, бомбили так, там, у них было там по 60-70 заказников в месяц. То есть, ты прикинь, они по две халтуры за день отрабатывали. Про них, их же, собственно, директора, продюсеры говорили, что это самодеятельность. Самодеятельность, понимаешь? Они это понимали, а группа каталась при этом. Почему ты думаешь, что, например, продюсер, там, Гансен Роз не понимает, например, что слэш это просто, ну, просто хрень. Он играет плохо. Мы не берем. Как он придумывает песни, он, может быть, там, мега-гений, там, и просто пишет великолепные произведения, но просто плохо их играет. Ладно, ради бога. Они прекрасно могут осознавать, что слэш играет плохо. Ну, плохо он играет. Ну, вот так вот получилось. Юрий Антонов тоже на акустической гитаре не играет, как Томми Эммануэль, да? Ну, ему это не надо. Ну, и слэш это тоже не надо. И продюсерам это тоже не надо. Меня остановил запись. Им тоже это не надо. Это никому не надо вообще. Это самое главное, для чего все это делать. Это всегда зарабатывание денег. Это же, блин, очевидно. Денег зарабатывание. Не продемонстрировать кому-то возможность инструмента или как надо играть на гитаре. Нет, денег заработать. Совершенно не важно, как ты будешь к этому относиться. Денег занес, молодец. Все. И надо сказать, мне нравятся многие песни Guns N' Roses. Это клевая группа. По многим параметрам. Мы с собой беттер делаем сейчас. Да, ну, плохо боет Аксел Роуз. Плохо боет он. Ты же слышишь, что он там, ну, он сейчас обделается прямо, да? Там он настолько натужно. Понимаешь? Но он продукт. Он продукт, который надо продвигать, да? Там какой бы он ни был. Почему? Он тоже узнаваем. У него есть бандана вот эта вот его узнаваемый образ. Слэш, мега узнаваемый образ. Это просто продукт. Это просто, грубо говоря, артист, которому дали гитару. Слэш, можно было бы дать бас-гитару, ничего бы не поменялось вообще. Да, он точно так же бы. Но гитара на тот момент, когда они вылезли, она была видимая. Ну, суть по тому, что мы знаем о тех временах, гитарист это был второй человек в группе, если не первый, например. После вокалиста, правильно? Поэтому нужно было два человека в группе. Гитарист, вокалист. Да, были группы-исключения, которые и играли более-менее, и придумывали там ништячно, и все были, в общем-то, узнаваемыми чуваками. Типа Мотли Крю, например. Слушай, ну а как тогда объяснить период, когда в Guns N' Roses играли люди Buckethead, Bumblefoot, DJ Ash by Robin Fink, просто мирового уровня, все четыре, разные периоды. Для чего это было бы заделать? То есть, видимо, люди задумались? Нет, нет, а почему нет? Тут то же самое, мы же не знаем всей вот этой подковерной темы. То есть, грубо говоря, когда был там слэш, например, да, это был проект, который там был под определенным продюсером. И потом они денег заработали, контракт у них там закончился, а Эксел Рос решил там, а я крутой, я сейчас сам все буду продюсировать, сейчас хочу сам все сделать, хочу вот, да, там. Они же такие же люди, как и все остальные. У кого-то могут быть там какие-то психические отклонения, у кого-то там эго там заоблачное, кто-то нарцисс, там, еще что-то. Почему нет? Взял все типа в свои руки, захотел сделать, как, а я сам сейчас, я сейчас сделаю сам. Там успешно, не успешно, тут уже зависит от, да, там, но взял и сделал, потому что захотел, вот приспичивал им так. Почему нет? Нормально все. Короче, то есть, моя мысль заключается в том, что вот эти чуваки, которые повылезали тогда, мне кажется, они повылезали на той волне, которую создали люди типа Тони Айоми, там, Гарри Муров, там, и всяких, и Квинов, и всех таких прочих. А эти уже, как бы, на эту волну вскочили и поехали дальше. Хотя по исполнению, ну, честно говоря, вот глупо сравнить Брайна Мэя и Слэша, например. Или Тони Айоми и Слэша, например, ну, просто, блин, это нельзя, да, а тем не менее, вот так.